Добрый день, коллеги. Любой процесс, в котором участвует несколько человек, требует координирования, а еще лучше регламентации. Нас сегодня интересует процесс планирования запасов. Каждый участник такого процесса должен в нужный момент включиться в подготовку планов с учетом наличия смежных уже готовых планов, должен найти нужную списочную форму, дальше отобрать по сценарию, вести правильный вид плана и так далее. В то же время у руководителя этого процесса должны быть какие-то инструменты для контроля состояния подготовки планов. В подсистеме планирования запасов такого инструмента нет, но в подсистеме бюджетирования есть так называемый типовой процесс подготовки планов, и он позволяет на этапах подготовки бюджетов вводить товарные планы. Вот этим мы и воспользуемся. Мы подготовили два примера. Пример первый – это однократный сбор и консолидация плана продаж. Сделаем его вручную, посмотрим, почему это трудоемко, дальше настроим бюджетный процесс, проиграем его. И второй пример, также уже неоднократный, а ежемесячный процесс сбора планов, введенный, консолидированный план, планы с замещением будут у нас. И также настроим и проиграем, так сказать, этот процесс с помощью вот этого механизма подготовки бюджетов. Значит, первый пример у нас показан вот здесь с правой стороны схемка, довольно простой, то есть в начале года, скажем, за 30 дней, там в декабре, компания сверху вниз готовится. Из прошлого, значит, года берется рабочий план, он, может, с каким-то коэффициентом, он передается в регионы, регионы его уточняют, и дальше этот план из регионов собирается в консолидированный рабочий план, который дальше используется для закупок и так далее. Значит, по этой схеме мы что сделаем? Мы в подсистеме планирования настроим сценарии виды планов, вручную мы пройдемся по этому процессу, то есть создадим все эти планы, посмотрим, как это удобно, неудобно. Дальше настроим подсистемы бюджетирования и планирования, установим между ними связи, и уже в подсистеме бюджетирования настроим все этапы, чтобы этот процесс мы могли исполнять автоматически. Дальше мы запустим этот процесс и выполним все эти этапы, посмотрим, как это все происходит. Ну и второй вид, значит, пример, тут планы у нас уточняются ежемесячно, и ежемесячно собираются вот в этот рабочий план, который дальше уже используется в закупках, сборке, разборке, ну и так далее. Переходим к примеру номер 1. Выполним пункты 1 и 2. То есть настроим НСА, сценарий, виды планов, и создадим соответствующие планы по вот этой схеме. Значит, номенклатура у нас собрана в сегмент, который называется планирование продажи ручного, тут создано все, 4 наименования, чтобы не вводить в видах планов все наименования, и созданные три склада для каждого региона. Тоже в группу планирования, то есть вот региональный склад Екатеринбург, региональный склад Казань и Краснодар. Вот вся наша НСА. Теперь посмотрим в разделе бюджетирования и планирования наши сценарии и виды планов. Вот через сценарий все и посмотрим. Значит, вот три сценария у нас для нашей схемы, то есть планы исходные. Вид плана довольно простой. Он детализируется по складу и огненный план по складам, чтобы видеть все это, склады в табличной части. Ну и собирается по источникам, по следующему правилу. Правило тоже простое. Со смещением 12 месяцев, то есть из прошлого рабочего плана, то есть сценария прошлого года, вот рабочий, выбираются данные по всем складам и по всей номенклатуре, которая вот планируется. Так, это все просто. Следующий сценарий у нас планы продаж регионов. Они у нас, их у нас три, то есть каждый регион имеет свой вид плана. Посмотрим. Они детализируются по складу и также собираются по источникам, по следующему правилу. Значит, берутся они из исходных планов, то есть как бы сверху вниз, да, как у нас и нужно было. В данном случае только по складу Екатеринбург и номенклатура вот по этому сегменту. Остальные виды планов настроены так же, только там указаны соответствующие склады. Ну и рабочий план, сценарий для рабочего плана. Он очень похож на сценарий исходный, но он собирается из региональных планов. Детализируется так же, чтобы в табличной части мы видели склады. Вот видите, тут так настроено. Ну и берется по источникам из сегмента плана продаж регионов. То есть из сегмента плана продаж регионов мы берем со всех складов данные по вот этой номенклатуре. То есть вот все настройки довольно простые для нашей схемы. Вот. Теперь нам предстоит все это запланировать. В начале года кто-то, кто отвечает за планирование, должен перейти вот сюда, найти тот вид плана, который мы планируем, тот план, который мы планируем. В данном случае это планы продаж по номенклатуре. Переходит он вот сюда, выбирает, должен выбрать здесь, значит, в данном случае, вот первые исходные планы и создать здесь исходный план. Вот он заполнен. Значит, планируем мы на 2022 год. По нашей схеме у нас данные берутся из прошлого года. Попробуем заполнить по правилу. Да, вот что-то у нас заполнилось. То есть Екатеринбург, давайте поправим, Казань, Краснодар. Вот тут для удобства введены просто одинаковые значения по каждому региону, по вот этим всем номенклатурам. Вот мы создали и утвердили план продаж компании исходной для уточнения. Проводим этот план. Дальше. Теперь сообщаем, значит, региональным этим участникам, что надо делать региональные планы. Значит, они должны найти, соответственно, свой сценарий и создать здесь соответствующие планы. Ну, я работаю от одного, создам все эти планы по отдельности. Значит, выбираю склад Краснодар. На год 2002 год заполняю по правилу. Вот у меня заполнились данные из исходного плана по региону Краснодар. Перевожу в статус утвержден. И то же самое делаю для следующего региона. То есть, вот каждый регион должен все это скоординированно сделать. Значит, следующий участник делает вот то, что я делаю сейчас. Также заполняет, также утверждает. Вот. И третий план, который мы должны сделать, это по Екатеринбургу. Также в менеджер соответствующий, значит, все это должен проделать. Так, давайте мы посмотрим, какие у нас есть. Выведем вид плана. Чтобы мы видели Краснодар и Казань. Какой мы сейчас делаем Екатеринбург. Значит, все верно. И заполняем его так же. Так, на год. Нам нужен на год. И утверждаем этот план. То есть, тут понятно, что каждый вносит свои изменения. Я в данном случае их вносить не буду. Вот мы создали планы регионов. Они там как-то их поправили. И дальше должны сообщить все вместе. И каждый из них должен сообщить, значит, в центр, что надо, можно делать план рабочий. Вот, значит, и кто-то делает рабочий план. Уже собирая его из планов продаж регионов. Вот. Заполним его из планов продаж регионов. Да, ну у нас те же самые данные, потому что мы не изменяли в регионах ничего. Так или иначе, вот прошлись мы вручную по этому процессу. Понятно, что каждому приходится выбирать свой сценарий, сообщать другому, готов план или нет. Ну и так далее. Здесь, в общем, координировать этот процесс довольно сложно. Теперь, прежде чем подготовить план подготовки бюджетов, то есть планов наших по этой схеме, нам нужно установить связь между подсистемами планирования и бюджетирования. Вот, вначале создать модель бюджетирования, дальше сценарии и статью. Или две статьи в данном случае. И связать соответствующие сценарии и виды планов. Вот как это делается. Переходим в настройки, в данном случае бюджетирования, создадим модель бюджетирования. Значит, у меня она уже создана модель, мы в нее заглянем. Она у нас на 2022 год. И бюджетный процесс, настройки бюджетного процесса тут довольно просты. То есть мы планируем год, периодичность, можно задавать запуск задач бюджетного процесса по расписанию, а можно вручную документом процесс подготовки бюджетов. Что мы и будем делать. То есть бюджет, модель бюджетирования у нас задана. Теперь перейдем к сценариям. Создадим сценарий. Тоже вот я их разделил. Сценарий вот. Больше нас тут ничего не интересует. Есть вот такой вот сценарий, который называется планирование продаж однократно. Ну и создадим статьи бюджетов. Ну я их объединил вот здесь. Можно одну. В данном случае я сделал две статьи, чтобы на всякий случай, если бюджетирование никогда не будет использоваться, чтобы были разные статьи. Значит, статьи бюджетов настраиваются очень просто. Вот указываем название статьи. Ну, в данном случае аналитику. И вот эти флажки можно не указывать, поскольку они просто достаточно вот ввести одну такую статью бюджетов. Вот у нас совершенно одинаковые две статьи бюджетов. Значит, создали модель, создали сценарий, создали статьи. Теперь что надо сделать в планировании, как установить связь. Бюджетирование у нас есть приемная часть, а передающая часть будет здесь. Сценарии планирования в наших сценариях. Значит, вот здесь в дополнительных настройках у нас указано, что мы отображаем планы по бюджетированию по сценарию однократно, по планированию продаж. Ну, везде так и настроено, во всех сценариях так настроено. А вот в видах планов мы указываем обороты этого плана должны передаваться в бюджетирование по такой-то статье. Статья бюджетов обороты, по которой формируют планы данного вида. Вот такая связь между видом плана и статьей бюджета установлена. И так сделано для каждого вида плана. Вот здесь вот, соответственно, у каждого вида плана стоит вот соответствующая статья бюджетирования. Вот таким образом. Значит, вот все связи установлены. Дальше мы можем настроить план подготовки бюджетов. Делается это, опять же, в настройках. План подготовки бюджетов. Нажимаем. Выбираем модель бюджетирования однократно, планирование продажи однократно. И вот у нас создана группа, в которой у нас прописан весь процесс планирования. Значит, что здесь важно? Есть группы, группы задают время до, то есть время начать до начала 30 календарных дней. Смотрим, то есть у нас период планирования год, 2022, и за 30 дней до начала 2022 года должна быть выполнена вот эта группа, вот эта вся группа. В эту группу входит одно действие, входит следующая группа параллельно выполнить, разослать задачи вот сюда. И после этого следующая группа, которая собирает, задача которая соберет все планы в один консолидированный план. Значит, здесь вот посмотрим настройки однократно этой группы. Она выполняется за 20 дней до начала периода параллельно. Это что значит? Это значит, вот эти задачи, которые в нее входят, они будут запущены параллельно каждому из ответственных. Ну, у меня в данном случае ответственные вот Соколов, то есть я работаю под Соколовым. Вот, а так они будут разосланы соответствующим участникам бюджетного процесса. Давайте заглянем, что же здесь внутри. Значит, в группах задается упреждение, за сколько дней мы запускаем ту или иную группу. А здесь указывается длительность этого процесса, ответственный указывается, ну и самое главное указывается вот действие, вот плана. Остальные действия мы не используем, нас интересует вот плана. Нажимаем вот сюда и смотрим, что здесь вводится тип плана, план продаж. Ну, другие планы мы сейчас не смотрим, не рассматриваем в нашем примере. Указывается сценарий, для которого создается вид плана. И указывается вид плана, вот в данном случае Екатеринбург, и статья бюджетов, куда она передается. То есть, этот вид плана был связан вот с этой, она тут автоматом заполнилась. Вот, все это сохраняется. Вот так вот нехитро настраивается каждое действие. То есть, группы, вот в данном случае, и сами вот эти вот действия. Значит, вот ровно по этой схеме, вот по этой схеме, вот настроен вот прям вот этот план. То есть, будет запускаться вот эта задача, потом будет формироваться эта задача, потом будут формироваться параллельно эти задачи, ну и в конце будет формироваться вот эта задача. В завершении примера номер один рассмотрим запуск бюджетного процесса по плану, подготовленному по этой схеме, раздачу бюджетных задач и монитор бюджетных процессов. Перейдем в раздел бюджетирования. Здесь у нас три ссылки. Откроем каждую из них. Монитор бюджетных процессов. Выберем тот же модель бюджетирования. Сразу, чтобы он план-факт показывал. Сформируем. Перейдем по второй ссылке. Здесь мы будем запускать бюджетный процесс и монитор моей бюджетной задачи. Куда будут приходить задачи каждому из участников. Процессы подготовки бюджетов. Здесь надо, поскольку у нас не по расписанию, а с помощью документа, выбираем однократно и выбираем группу корневую для запуска этого процесса. 22 год. Все хорошо. Вот у нас наши все задачи. Но они пока не запущены. Попробуем запустить и обновить. Вот запустилась первая задача. То есть она уже пришла вот сюда в моей бюджетной задаче. То есть она уже пришла вот к этому ответственному исполнителю. Вот она. More actions. Где тут? Refresh. Вот она пришла. В мониторе бюджетных процессов мы тоже ее увидим, наверное. Вот она просроченная красным цветом. Если мы откроем, нажмем сюда, то мы увидим, что она сегодня... Должны были мы приступить 32-го, 12-го, то есть за 30 дней до начала периода планирования и за 3 дня закончить. Но этого не было сделано. Сегодня у нас февраль 22-го года. Мы все это с опозданием планируем. Так или иначе, после того, как задача запущена, она пришла сюда. Значит, я как исполнитель, участник этого процесса, должен создать, перейти, вот вести план. Здесь все очень просто, все знакомо. Значит, планируем исходный план, заполняем его по данным прошлого года. Вот заполнено и проводим. Тем самым этот участник Соколов процесса планирования, план создал, его утвердил. И отметил задачу, как выполненную. Отметил задачу, как выполненную. Что мы видим? Мы видим, что как только он ее выполнил, остальные задачи бюджетного процесса, следующие три, которые должны выполняться параллельно, они тоже запущены. Вот мы видим их. И в моих бюджетных задачах вот они ему пришли. Ну, пришли Соколову, поскольку он один у нас сегодня. А так бы они пришли всем участникам. Каждый из участников делает то же самое. То есть вводит свою часть плана. Екатеринбург. То есть Екатеринбург закончил, отжал, что он это выполнил. Казань приступает. Но они все это делают параллельно. Также вводит план по своему складу. Значит, Казань, еще раз посмотрим, свой план заполнил, все нормально. И дальше отмечает, что он это выполнил. И Краснодар свою часть работы тоже делает. Так, сроки. И вот он последним в данном случае тоже нажимает выполнить, что же после этого происходит. Смотрим сюда. Мы видим, что все задачи выполнены. Осталась последняя задача. Она тоже пришла вот сюда. Сделаем рефреш. То есть на Вить. И вот она пришла уже опять в центральный офис. И менеджер, соответствующий участник этого процесса, формирует план, консолидированный из рабочих планов, из планов регионов. Так, товары я не заполнил. Так, товары заполнены, провели. Вот, давайте я пока не нажму эту кнопку, посмотрим, что у нас в процессах. В процессах этот процесс еще висит. В мониторе бюджетных процессов, что у нас, мы видим, что эти задачи выполнены, а вот эта задача еще не выполнена. Вот, давайте я ее выполню. Сформировать. Все у нас выполнено. Бюджетных задач нет. Все задачи выполнены. После этого, после окончания процесса планирования, нажимаем кнопку завершить. Тем самым закрывается этот процесс подготовки бюджета. Таким образом, каждый участник, вот снимаем этот флажок, видит все задачи, которые он исполнил. Отсюда может провалиться, посмотреть какой план, открыть план. Это вот каждый участник. Соответственно, процесс подготовки был завершен, он перешел в завершенный. Значит, руководитель этого процесса может зайти сюда и также увидеть все эти процессы, провалиться в каждой из них, посмотреть, какие планы были созданы. То есть, все в одном месте, никуда, так сказать, прыгать по спискам не нужно. Ну и монитор тоже позволяет в виде отчета все это выводить. Ну, посмотрим, планы наши все созданы. Вот он, исходный план, только что мы сделали. Вот они все, планы регионов сделаны. Ну, если посмотреть отсюда. И вот планы рабочие тоже сделаны. Идем ко второму примеру. Здесь схема у нас несколько иная. То есть, создается рабочий план на год, помесячный, с признаком замещающий. Этот план дальше ежемесячно грузится в регионы. Там он корректируется и собирается, консолидируется в рабочем плане компании. Здесь он тоже может быть поправлен. И в следующей итерации, скажем, в феврале уже, он опять передается в регионы. И так далее. Ежемесячно идет такой процесс коррекции. Ну, вся компания, естественно, закупки, все работают с рабочим вот этим планом. Вот. И нам нужно этот процесс сейчас с вами вначале рассмотреть, как он делается вручную, без плана подготовки. А потом подготовим план и попробуем его проиграть. Значит, смотрим настройку вот этих планов в подсистеме планирования. Как устроено все это в подсистеме планирования. Значит, вот всего два сценария тут у меня получились. Планы рабочие. Всего один вид плана. Но он замещающий. Собирается он из планов регионов. Из планов регионов. Вот из планов регионов замещением. Ну, по соответствующим складам. Из соответствующих, точнее, складов. Ну, и второй сценарий. Это планы продаж регионов. Он у нас содержит три вида плана для регионов. Ну, сколько регионов, столько планов. И каждый вид плана, он тоже замещающий. Тоже замещающий. Вот. Ну, собираются, заполняются эти планы так же, как и в прошлый раз. Из рабочего плана замещением. Ну, только по своему региону. По своему складу. Вот. Сценарии и виды планов у нас готовы. Теперь перейдем непосредственно к созданию планов. Для этого мы должны перейти в раздел бюджетирования, планирования, перейти в планы продаж по номенклатуре и выбрать тут, вот у нас выбрано планы продаж рабочие с замещением. Значит, первый план мы должны каким-то образом создать. Ну, давайте выберем период. И попытаемся его заполнить в данном случае из загрузка из Excel. У меня в Excel подготовлен файл точно с такими же данными. Мы его сейчас загрузим. Значит, те же регионы, те же числовые значения одинаковые, та же самая номенклатура. Переводим его в статус утвержден. Это первый план, он без замещения, как мы видим, проводим. Теперь нам нужно для каждого, в каждом регионе создать из этого плана соответствующие региональные планы для уточнения. что мы и делаем. Это у нас Краснодар. Период, год. Заполняем. Этот план у нас тоже первый раз был создан. Он тоже пока без замещения. Без замещения. Но давайте мы сразу тут сразу тут увеличим количество. Вот они взяли и увеличили свои продажи за январь. Планы продаж. Давайте сразу это сделаем. То есть регион взял и увеличим планы продаж. Для следующий регион. Пусть будет Казань. Сделаем за Казань. Заполним. Из рабочего плана предположим, Казань тоже решила поднять свои планы. Уточнить. за январь. Тоже это первый план, который был создан. Он тоже у нас без замещения, но увеличенный. И создадим за Екатеринбург. 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 Заполним. И предположим, Екатеринбург тоже взял повышенное обязательство за январь. Тоже утвержден. Вот мы создали региональные планы. Теперь надо их собрать в консолидирующий рабочий план с замещением. Для этого надо создать новый план, выбрать, значит, период, который мы хотим, и заполнить его из региональных планов. По правилам. Как мы видим, цифры увеличенные тут есть. Мы все это видим. И как только мы его переведем в статус утвержден, ну и проведем, то мы видим, что он заместил некоторый, один план. Мы можем тут же провалиться, посмотреть, какой же план он заместил. А он заместил наш предыдущий план. И в него можно тут же провалиться. Провалились. Здесь мы видим, какой план его заместил. То есть, вот так рекурсивно можно проваливаться. Ну и видим, что все значения тут покрашены серым цветом. То есть, это что означает, что движения по этому документу все были отменены. Ну, в данном случае все были отменены. а по нашему плану замещающему все движения, понятно, есть. Вот они все есть. Не будем смотреть. Вот. Теперь попробуем. центральный офис посмотрел эти планы увеличенные и решил все-таки подкорректировать за январь. Ну, или давайте за февраль. И поднял им, раз они за февраль, за январь подняли, поднял им и за февраль. То есть, так как же уймасси в инсейки, вот. Проведем. То есть теперь наш рабочий план, он с одной стороны, январь пришел уточненный из регионов, а в центральном офисе еще решили добавить в феврале тоже увеличенные обязательства. И теперь в следующий раз, когда в следующей итерации регионы будут делать свои планы, давайте мы создадим по какому-нибудь одному, обновить, мы планируем сразу год, мы сейчас скользящее планирование не рассматриваем, мы просто смотрим замещение и заполним по правилу. И сюда, так я не тот посмотрел, вот они замещающие планы. Значит если мы создадим, здесь будет Екатеринбург, вот видите как легко можно ошибиться, когда много сценариев, ты ошибся немножко. Вот, и заполним, ошибся в выборе сценария по правилу. И мы видим, что в региональный план подтянулись значения уже больше и за февраль тоже. И теперь, если мы переведем статус утвержден, то мы увидим, что и региональный план из единого консолидированного плана тоже самое заменился. То есть у нас и региональные, и общие рабочие планы, они с замещением. То есть поправили в регионах, эти значения пришли в рабочий план. В рабочем плане что-то изменили, в следующем цикле итерации, в следующем месяце, в следующем периоде эти цифры придут в регион тоже измененными. И вот такой процесс, конечно, вручную вот так вот отслеживать довольно трудоемко. И попробуем сейчас настроить все это с помощью бюджетного процесса. Прежде чем переходить к составлению плана подготовки бюджетов, давайте мы пометим на удаление только что созданные планы и удалим их, чтобы они нам не мешали при показе нашего примера. Ну и для тех, кто подзабыл, что такое замещение, я тут еще один слайд подготовил. Как создаются планы замещения, то есть когда они становятся замещающими. Значит, вот правила такие. Значит, вид плана это мы уже знаем. Признак суммирующий должен быть изменен на замещающий. Должны обязательно совпадать реквизиты шапки. И не просто совпадать, но и значения должны реквизитов совпадать. Статусы и даты должны быть выше замещающего плана. Ну и замещение выполняется по периодам. Пятый пункт для нас не актуален. В продолжении примера 2 рассмотрим план подготовки бюджетов. И запустим документ процесс подготовки бюджетов. И посмотрим, что есть что в этом процессе. Ну, в первую очередь обратимся к модели бюджетирования. Вот мы создали новую модель. Создали новый сценарий бюджетирования. Да, с признаком ежемесячно. Статьи бюджетов остались те же, поскольку их можно использовать для разных бюджетов. Вот он план подготовки бюджетов. Он уже подготовлен для модели бюджетирования ежемесячно. Вот как он выглядит. Значит, процесс запускается за 40 дней до начала периода. То есть, допустим, если 22-й год, в ноябре, аж в ноябре 21-го года должен запуститься. Дальше за 30 дней, то есть это в декабре, выполняется однократно вот эта группа. И дальше ежемесячно выполняется следующая группа. Посмотрим, что в этих группах. Значит, однократно выполняется группа создания исходного, то есть начального плана по компании рабочего для последующего уточнения. Вот, и ежемесячно выполняются две группы. Значит, в первой группе у нас создание региональных планов за 15 дней. Тоже, опять же, январский план должен быть создан за 15 дней, то есть в декабре. Вот, и после этого он должен быть консолидирован вот в этом рабочем плане, из планов регионов. Вот такой у нас получился план. Значит, за 20 дней, за 15 дней и это за 5 дней. Вот, обращаемся теперь к процессам подготовки бюджетов. И попробуем создать документ с этой моделью бюджетирования и с этим планом. План мы выбираем вот этот корневой. Select. Вот он у нас какой получился. Значит, мы видим, что однократно выполняется подготовка рабочего начального плана. И дальше в каждом месяце выполняется для каждого месяца, перед каждым месяцем, перед январем за 20 дней выполняется вот это. Потом однократно консолидация. То же самое. В январе за 20 дней до февраля выполняется вот однократно. И так далее, и так далее. Все это выполняется вот таким образом построен у нас план. И план декабря, то что, значит, выполняется в ноябре за 20 дней до декабря, до 2 года. Ну, теперь посмотрим монитор. Ну, давайте запустим вначале все-таки эту задачу. Запустим. Пусть она будет запущена. То есть она запустилась. Вот эти пока молчат. Запустилась эта задача. Посмотрим монитор. Выберем бюджетную средную модель. И, ну, план факт давайте сразу будем смотреть. Вот, выполняется одна задача. Она просрочена. Вот она сейчас в апреле выполняется. Вот мы видим, да, но она просрочена аж еще с 21 года. И мы видим, что на этом графике мы видим только задачи, начиная с февраля. То есть вот эта вот февральская задача, которая должна быть выполнена для февраля за 20 дней. Вот январской задачи, которая должна быть запущена, ее тут не видно на графике. Ну и теперь все, как в прошлый раз. Мы должны перейти в монитор бюджетных, в мои бюджетные задачи и тут их выполнять. Но чтобы показать некоторый интересный процесс, давайте мы прямо отсюда будем проваливаться в задачи. Не будем создавать планы, чтобы не терять времени, а просто будем их отмечать выполнено. Выполните. Выполнено, мы видим выполнено. Пометили, обновили рефреш. Запустились следующие планы. И давайте таким образом, как только мы начнем выполнять эти планы, у нас следующие планы будут запускаться и так далее. Значит, первый план рабочий, начальный, он у нас должен был запуститься 2-го, 12-го и закончится 4-го, 12-го, 21-го года, в декабре. Ну, посмотрим монитор бюджетных процессов, что у нас тут. Вот, говорит, да, он выполнен, запущены. Вот следующие, вот, еще не выполнены. Вот они, мы видим, да? Обозначения такие. Ну, и наша задача сейчас пометить выполнение всех этих. Выполнить. Выполнить. Сейчас я быстро пробегусь. Выполнить. Итак, мы должны, так, мы находимся тут. Выполнить. Значит, за февраль также выполнить. 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 Тоже выполнить. За март тоже выполняем. То есть, мы прямо в задаче проваливаемся отсюда и выполняем. Для того, чтобы одну интересную вещь посмотреть. И вот за апрель, вот мы сейчас находимся в апреле, 8 апреля. И выполняем. Они, эти задачи запустились, как мы видим. Мы их выполняем. Это те, которые в марте должны были запуститься. Так, на апрель. И это мы тоже выполняем. Вот. А вот майская задача, вот мы обновили. Она не запустилась. Не запустилась. Почему? Потому что еще 20 дней до начала запуска этой задачи еще не наступило. То есть, в май мы будем планировать, как только наступит 10 апреля. 10 апреля вот эта задача будет запущена. Вот так это работает. Таким образом, мы рассмотрели работу движка подготовки процессов бюджетов. В частности, для многократно повторяющихся периодических задач. Что особенно полезно для подготовки планов, товарных планов, замещением, для скользящего планирования, где каждый раз план должен быть создан заново. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...